да вот это не могу я честно говоря не думаю я честно говоря не думаю что когда-нибудь просветлею вот итальянцы испанцы потому что мы не бываем просветленными что она говорит это правда просад итальянцы не могут просветить и наша культура то мы любим пить есть может быть немец может у немцев шансов побольше конечно он говорит нет такого нет конечно же что у всех есть шанс пути могут быть разными итальянцы испанцы латиносы но вы знаете индия еще больше латинос и в индии самая большая история просветления 50 тысяч лет постоянно мастера приходили просветление случалось наибольшая история в индии индия известна этим очень много мастеров просветленных здесь родились и стали просветленными в индии это не значит что ты откуда ты с другого места ты не можешь это не значит что тем более все все итальянцы латиносы кто-то из итальянцев и немец все разные даже здесь вот вы увидите индийцев кто-то кто-то из индусов как латинос а кто-то как немец очень много ума и кто морем у кого больше эмоций то больше латино он тоже может достигнуть у кого много ума тоже может достичь точно может достичь абсолютно каждый это не то что у нас такая-то национальность и мы не можем достичь абсолютно каждый может и очень много немцев как латино а много итальянцев как немцы немцы значит полный у полный ума во всем во всем мире вот единственная страна которая мужская страна полного как бы ума как правило когда люди говорят о своей нации они говорят как моя как нация как мама а вот немцы говорят моя нация как папа и вот некоторые страны говорят родина как бы мужском розе у наша родина женском мужчин тоже есть красота и у женщин есть красота так что кто женскими качествами обладает и может быть легче мой более легко просветлеть для мужчины сложнее просветлеть потому что женщины уже уже на 50 процентов просветлены они живут уже в сердце и уже расслаблены более расслаблены танцуют поют не сильно беспокоиться вот этими умственными какими-то процессами им легче мужчин больше проблем большой ум с утра проснулся уже началось началось воспроизведение записи в голове весь день одно и тоже одни и те же мысли иногда одна мысль вообще целый день крутится и на следующий день тоже одна и та же мысль как на записи на повторе стоит а это вот ум ум такой и для тех кто в уме сложнее просветлеть вы говорите для немцев легче я говорю нет для немцев тяжелее но когда они становятся просветленными когда они действительно идут в правильную сторону тогда они идут очень быстро потому что они в том числе имеют очень большое как бы усилия очень силу воли и они движутся их не разбрасывать в стороны если немец решил я пошел он ничего не будет слушать он прямиком пойдет если он понял что это мой путь он пойдет прямо по нему и вот как у оша было очень много немцев пришло может быть половина больше чем половины немцы были во первых немец никогда не сдается это нелегко он сражается очень много сражается но зато когда он сдается он сдается полностью и ничего больше слушать ни от кого не будет какой день он сказал ты бхагван это значит он полностью принял себя как бхагвана никаких сомнений никаких никаких сомнений да он прямиком будет двигаться а ватина него то в один день хорошо я люблю тебя сам даши ты мой любимый самый любимый из всех а ведь а вечером уже говорит да он дьявол даже не дьявол если дьявол то хорошо но вот это женское качество но но она еще проблема то что они не смотрят сами на себя я может быть это может быть это моя дьявольность может это я не прав мастер не должен быть не прав он не может быть неправ может быть это что-то мое из меня поднимается мои сомнения мой мусорости меняется. Моя темнота. И они становятся хорошими исследователями, искателями. И латино у них больше любви. Ну, два пути. И каждый медитирующий имеет обе стороны внутри. И женскую, и мужскую. И два типа людей. Любовь или ум. И вот кто в уме, для них это что-то опасное приходит. Опасное значит, когда медитирующий идет, медитирует, медитирует, медитирует. Ему даже не надо говорить, делай медитацию. А он таким людям даже не говорит, медитируй. Но они знают. Если мастер сказал медитация, будет только медитация. Ничего не нужно. Туда и сюда ходить. И они слишком много медитируют. пытаются быть постоянно. Каждый шаг, каждое дыхание стараются быть осознанным. Каждый момент. потихонечку, когда они слишком много медитируют, может такое случиться. Он становится сухим. Как бы уже не течет из него. Он полностью сам собой. полностью закрыт. И когда кто-либо высыхает таким образом, значит, что он что-то упускает. Он делает уже что-то неправильно. Он упускает. и медитирующий. Очень легко, на самом деле, так иссохнуть. Потому что ум. И вот, когда люди в уме приходят, когда все смеются, он думает, что здесь происходит. Я знаю, когда я медитировал. Вот у Ошо был. Полный зал. И он шутит. Или что-то типа того. И весь зал смеется. Танцует, смеется. А я был единственным, кто сидел и молчал. Никакого смеха не идет из меня. Не шло. Я только смотрел за дыханием. Я думал, кто не прав, я или они. Со мной ничего не происходит. Я очень серьезный. Очень серьезный. Тело худое. Щеки впалые. Огромные глаза выглядывают. Ничего на лице. Но как-то я понял, что это мой путь. Я прав. Потому что я был очень расслаблен и полон радости. И я каким-то понял, что я иду правильным путем. Но это было сухое путешествие. Никакой особой радости. Даже ни на что не смотрел. Что там происходит вокруг. И ни о ком не беспокоился. Ни о чем не беспокоился. Потому что весь мой фокус был внутри меня. Только на мне. Свидетельствование только по поводу меня. Это была медитация. Очень сильная медитация. Вот если медитирующий становится сухим, там есть опасность. Чуть-чуть он движется в неправильном. Нужно, чтобы любовь тоже была. Чтобы креативность была. Какое-то желание делиться. Тогда баланс происходит. А любящий? Вот любящий. И ему очень сложно медитировать. Мастер каждый день говорит, медитируй, медитируй. Они ничего не делают. Они даже говорят, ты сам делай. Сам делай все. Я сюда пришел, это уже очень хорошо. А ты делай все. И каждый день говорит, медитируй, медитируй. Утром, вечером. А минимум одна медитация. Ничего не происходит. Они ленивые. Любящие, ленивые. Ничего не хотят делать. Как женщины. Ничего не хотят делать, но хотят все иметь. Женщины выглядят. Смотрят. О, какой хороший мужчина. Рядом богатый. Ну все. Убираем богатого. Богатый все принесет. И еду, и вещи, машину, дом. А я буду как королева. Ничего не надо делать. Он все сделает. И большинство женщин ищет вот таким образом этого мужчину такого. Ну вот они смотрят. Мужчина красивый. Хорошо. А дальше они смотрят. А сколько же он зарабатывает? Сможет ли он меня содержать? Или нет? Если даже не сможет. Ладно. Не, не нужен такой. Поищи другого. Это лень. Ничего не хочу делать. Хочу, чтобы все приходило. И когда вы становитесь ленивым и любящим, вот это опасность. Потому что любящий должен тоже медитировать. А медитирующий должен быть в любви. Тогда баланс. Тогда оба баланса. Тогда и внешний, и внутренний баланс. Вот латино, они, как правило, очень наружу смотрят много. Те, кто в уме, смотрят в уши много. Очень много сами с собой. Не беспокоятся по поводу внешнего. А кто любящий? Он выходит вот отсюда наружу. Видит, о, дерево, о, цветок. Вот у цветка нет воды. Налью воды. А тому, кто в уме, ему вообще все равно. Закончится, так закончится. Умрет, умрет. Ни о чем не беспокоится. Только о себе беспокоится. Я, я, я. Ну, два качества. И вот у обоих качеств есть такой опасный пункт. Когда медитирующий становится слишком сухим, что-то упускается. Если любящий становится ленивым, что-то тоже неправильно. Мы должны быть готовы к проявлению обоих. И вот наши обе части должны быть готовы в балансе. Вместе женская, мужская. Тогда должны быть. Тогда все происходит правильным образом. И вы тогда можете наслаждаться вещами вовне и вещами внутри. Баланс. Внутреннего и внешнего. Тогда верно. Это не то, чтобы итальянцы не могли просветлить. Конечно, итальянцы точно могут. И очень много латино просветлило. Ну, вот у латино еще одна есть вещь. Если что-то с ними происходит, маленькая сатори, например. Немножко света появилось. Энергия пробудилась. Они начинают разговаривать. Смотрите. Вам не что-то произошло. Почувствуйте меня. Нет терпения. Нет терпения. И, конечно, у латино нет терпения. Все, что у них есть, все идет сразу наружу. Они очень торопятся. Они должны быть более медитативны. Когда ты делаешь медитацию, и вот внешне и внутренне, тогда все в порядке. И любящие тоже себя чувствуют хорошо, потому что у них есть креативность. Они могут легко делиться с другими чем-то. Болтать друг с другом очень легко. Вот ты едешь в индийском поезде. Очень шумно. В немецком поезде едешь. Там никого нет. Каждый сидит как скала. Никто не смотрит. Кто здесь? Кто здесь? Никто не смотрит. Или умом занимаются с мыслями либо в мобильнике, либо в книге. Сидят с мобильником. Никто не смотрит там, кто у тебя по соседству сидит. А для латино, наоборот, очень сложно. Они без причины. Начинают тебя спрашивать, кто ты, откуда ты приехал. Ты замужем или не замужем. Если ты замужем, то сколько у тебя детей. И вся твоя информация нужна. Все о тебе хотят знать. Все о тебе хотят знать. Ну, да, почему ты хочешь это знать? Зачем ты все это спрашиваешь? Вы друг друга даже не знаете. Ну, вот так происходит. Вот индусы приезжают сюда. Идут на кухню после сатсанга. И кухня кипит. Я даже иногда говорю, пожалуйста, тишина. Поработайте. Кто работают, приходят ко мне и жалуются. Очень много шума. Потому что там все время разговаривают, разговаривают, разговаривают. А я им говорю, иди и скажи им, пожалуйста, помолчите. Вот, мне тут готовить надо. Но они не могут идти по-другому. И вот еще по-другому я говорю. Вы кипите. И даже вот, когда вы одни сидите в комнате и кипите, что делать? Достаете мобильник. Мои дорогие друзья. Мои дорогие друзья. Я полон любви. Мое сердце блестит любовью, переполненной любовью. Пожалуйста. Возьмите мою любовь. И дают такие маленькие курсы, как бы. Классные слова. Будда сказал то, Оша сказал все. Вы должны быть такими-то. Вы что думаете, это сделает их более осознанными? У вас его контракт? Да. Дайте этот контракт мне. Или оставьте его для Оша. Этого достаточно. Если у вас должна быть какая-то работа, то работайте сами с собой, а не с другими. Себя прежде всего пробудите. Это вот для вас будет правильно. И после пробуждения, что бы ни происходило, пусть происходит. Если вы говорите, это существование говорит. Если вы молчите, это существование молчит. Если вы открыли глаза, существование открыло глаза. И тогда вас уже будет заботиться о существовании. В общем, сначала поработайте с собой. И когда вы будете что-то говорить, это будут слова Бога. Это Библия, это Коран, это Гита. Все, что бы вы ни сказали. А до этого, это буллшит. Ну, барахло. И когда вы отправляете пост в интернете, коммент. Вот на индийском говорят. Вот так вот. Слушай. Не надо говорить, что хочешь пробудить других. И когда он отправляет какой-то вот коммент. И вот иногда я отвечаю, да, ты мне нравишься. Ну, вот кто-то сделал пост в интернете, в Фейсбуке. А кто-то лайк ставит. И когда кто-то лайкает, он думает, а, да, действительно. Я знаю все. Я стоящую вещь разместил. А почему вы хотите это? А если вы действительно такой, если вы думаете, что вы как бы все знаете. Вот с нами тоже есть такие. И вот я им задаю вопрос, и они не могут ответить. И вот тут тоже кто-то есть. И вот тут есть те, у кого есть вот эти заимствованные знания, которые он где-то прочитал, услышал. Вот кто-то говорит Рам-Рам, он тоже говорит Рам-Рам. Кто-то говорит, хорошо, хорошо, он тоже повторяет. Кто-то говорит, вот, обидится, он обижается. Это значит, нет у него ничего своего, он просто повторяет за другим. А вот кто-то другой из этих индийских слов, у него вот есть свои слова. Иногда кто-то может посмотреть ваше будущее. И там есть что-то, значит, что-то приходит и говорит, подскажи мне мое будущее. В общем, это про предсказательность, что происходит какое-то действие. В общем, просто кто-то, я не знаю, только из хинди что-то. Шастри. В общем, он сейчас описывает, как разыгрывается вот картину, когда предсказатель, допустим, что-то вот предсказывает тебе. И если у вас заимствованное знание, то, значит, вы то-то. То есть не истинное знание, а заимствованное предсказательство. Вот вчера я говорил по поводу нами. И вот сегодня я даю вам одну линку. Это ты хороший человек, и мой рัгер. С какой-то ребенок. Тоттататутаが верантиз. Тоттатута, кто-то, кто-то, кто-то б cancers на троф 뭐냐. Когда можно обobjectать, кто-то ненужно открыть от этих здравой. leave your limit, leave your boundary, come out, go in the sky, unlimited, and they're giving abusing start, afraid from him. Maybe he's wrong, maybe he's wrong, maybe he's wrong, maybe he's wrong. I say to you, you take the sannyas, go to meditation, go to awakening, where are you stuck? You stay stuck, when you are using these knowledge. You become a yoga charya, big big medal. No any yoga charya is free, no any shastri is free. Be free, you are. Leave your case, fly in the sky. Leave your bagage, fly in the sky. You cannot fly, look who is flying, go in. Look who is flying, fly in the sky. He can take you, fly in the sky. And somebody with me, some years living, some years living, some years living. Nice way, giggling, joy, happy, nothing with each other, love, nice time. And now? He just left. What did he do? What did he do? What did he do? He started to repeat the same knowledge. Now he doesn't do any posts. He doesn't do any posts. He doesn't do any posts. Сделай пост, Махарадж. Люди хотят себя услышать, ждут, что-то должно прийти с неба. Он обращается к одному ученику, который ушел к нему год назад. Вот они в раю ждут. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Ждем. И я пришел сюда как раз для таких фейковых гуру. У меня есть молоток. Молот, даже не молот. В эти дни у меня есть. Что-то есть у него, что на индийском языке он сказал. В одной штуке у меня есть такая штука. Что-то типа, приходи, приходи в одной руке, а в другой строке оружие, в котором он заканчивается. Кто хочет умереть, придут. Кто сумасшедший, придут. Кто хочет закончить иго, придут. И будут наслаждаться. До этого ты выглядел такой веселый, радостный, жил в ашраме. Что-то говорил этим, здесь что-то делал. О чем-то заботился. А теперь-то что? Что-то началось. Пробуждение. Будь осознанным. Куда ты идешь? Это не твой путь. Будь вот этим гьяном. Будь в любви. И теперь сейчас он делает медитацию. Я делаю сайленс. И потом пишет. Одиночество – это самое лучшее. Только одиночество – это путь. Так побудь два месяца один. Даже не один. Там его девушка. Эти девушки все там. И вот начались посты. Одиночество – самое лучшее. Будь один. Только одиночество – это путь. Ты еще пока не знаешь такое одиночество. И не будь копией Сандарши. Не, если хочешь быть копией – будь. Хочешь делать медитацию, как он – делай. Куда-то идешь. На кладбище Сандарши идет. Каждую ночь. Очень много лет. И там спит. Иди. Поспит там одну ночь. Вот и посмотри, что произойдет. Ты скажешь, я больше не хочу медитации никогда. Медитация – это как вот так вот. Будь в любви. Это твой путь. Увидь свой путь. Будь креативным. Помогай. Ашраму. Ашраму. Цацангу. Мастеру. Хорошо. 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 Не помогай. Не поддерживай. Ну и не будь. Ну и не ломай работу другим. Других. Не мешай другим работать. Не мешай тому, где медитация происходит. Ты не можешь помогать. Хорошо. Ну и не мешай. А ты ломаешь. Вот какие-то люди к тебе приходят. И ты говоришь. Они очень невинны. Они очень хорошие. Они пришли к мастеру делать медитации. А твои слова, твой ум, ты им все отдаешь. И они заканчивают с мастером. Больше не нужен никакой мастеру. Ты хочешь делать хорошие вещи таким образом для них? Это хорошо? Ты хорошо делаешь? Ты им помогаешь? Ты уводишь их с их правильного пути? Так много любви с мастером на сацанге. И они слушают тебя, и их ум тоже меняется. Но их осознанность недостаточно высокая. Вот почему они приходят. Они слушают твои слова и меняются. Но и идут в сторону. Потому что у них недостаточная осознанность. Она недостаточно крепкая. И своих собственного опыта у них тоже недостаточно. И они еще сами не знают, что на самом деле происходит рядом с мастером. Что происходит с ними? Они просто слушают эти твои слова. Он сказал, что Сандарши правильный? А, коррупционер. Какое-то еще плохое слово про Сандарши сказал. Ну, конечно, он что-то получает. А лучше всего вообще брось медитацию, бросай саньясу, иди в политику вообще. Подсоединяйся к партии конгрессов или открой свою собственную партию. И вот открой Риши Кешская. Новая партия Риши Кеша. Открой там центр партийный. И зови людей туда. Учи их там. Но не делай этого. Ты не сможешь их пробудить. Но можешь их увести с правильного пути. Ты сам в негативе, хорошо. Но не делись этим с другими. У них есть свое собственное понимание. И у них есть свой собственный негативизм. Когда им надо будет понять, они поймут. Или что, тебе существование дало работу такое? И если ты не прав, если ты не осознан, вскоре только одну вещь ты будешь делать вскоре. Каждый вечер пить вино. И говорить гадости про мастера. Потом опять пить вино. И обижаться на мастера. И еще пить вино. И камни начнешь кидать. И еще вина будешь пить. И яду мастеру принесешь. Я вот говорю, что это... Ты не был рядом с Ошо, когда он был жив. Ты не был рядом с Ошо. Если бы ты был рядом с Ошо, и ты бы увидел, что Ошо делает, ты бы точно вообще убил его. Так что спасибо. Спасибо, что ты всего лишь оскорбил меня. Не убил. А то бы мог убить. И вот как я говорил, Ошо, что у него были обвинения в коррупции, что ли? Ошо. Что он лжец. Ты вот говорил, что он лжец, коррупционер, взяточник. И вот основываясь на твои слова, я тебе могу сказать, что Ошо еще более, еще хуже. Ты бы не мог с ним быть вообще ни одной секунды. Ты сказал, вот вокруг Сандарши крутятся женщины. Сандарши говорит, конечно же крутятся. Конечно, с ними больше любви. Если я с тобой буду, намекая на то, что с тобой... Если я таких, как ты, буду рядом с собой держать, так вот ты меня убьешь. Женщины идут в негатив, в злость бывает. Но они лимитированы. Они никогда не возьмут оружие и не пристрелят. Вот была одна пара со мной в прошлом году. Они любящие. А я их хитинг, как бы я их колол. И вот его я колол на 10%, а ее на 90%. И я говорил, что если я тебя на 50 уколю, и я убью тебя. Ты возьмешь нож и просто зарежешь меня. Ты говоришь, я лжец? На, возьми. Ты хочешь показать мне мое лицо, я тебя тоже тогда закончу сейчас. Мастер показывает вам ваше эго лицом к лицу. Иначе просто нет смысла. Что у него на самом деле с вами? Что он с вас берет? Он просто обладает огромным терпением, чтобы показать вам, вот вы какие. И пробудитесь. Будьте пробужденными. Говорит на хинде. Глупец. Будь внимателем. Время идет. Год уходит от тебя каждую минуту. Кто знает, вернутся хорошие времена или нет? И когда они вернутся? Когда ты вернешься, ты готов, и мастер придет. А может, ты его не узнаешь? Очень много раз ты не узнавал мастера. Очень много раз ты обижал его. Много раз ты обижал его. Много раз ты что-то с ним делал плохое, и опять продолжаешь это делать. Когда ты уже пробудишься, будь осознан. Достаточно. Эти времена никогда очень быстро не вернутся. И если это все ушло из твоих рук, все, что ты можешь сделать, это пить и плакать. Выкинуть свою голову куда-то и плакать. Но время не вернется. Говорит на хинди. Помни Бога. Помни себя. Вот что с тобой. А в противном случае время закончилось. Ты будешь просто упускать. Ты даже сейчас упускаешь. Прямо сейчас. И эта медитация не твой путь. Я тебе говорю. Медитация вообще не твой путь. И любая медитация, которую ты делаешь, это просто шоу. Посмотрите, я делаю медитации. Это желание показать друзьям и людям. Я могу быть тихим. Я могу пойти в этот ашрам, в тот ашрам. Я провожу время. Медитация – это не то, что ты показываешь. Если ты хочешь делать медитацию шоу, это не медитация. Медитация – это увидеть себя. Наблюдать себя. Наблюдать свой ум, свое эго. А ты делаешь медитацию, чтобы другим показывать. Да, посмотрите, я тоже медитирующий. Будь честен. Будь внимателен. И сбросайте медитацию. Это не твой путь. Ты не сможешь. И я тебе дам решение. Если ты примешь, иди домой. И скажи папе, папа, папа, я пришел. Давай, жени меня. Папа ждет. Мой сын вернется, и я его поженю. И в Индии очень хорошо. Если ты по любви женился, ты не получишь ни одной рупии. Но если ты женился по расчету, то они могут тебе огромные деньги прислать. А тебе деньги нужны как раз. Я знаю, ты ищешь деньги сейчас. В своем уме только деньги. Так что иди. Скажи папе, пожени меня. А папа посмотрит в общество. Там девчонок много. Там много. Родители, которые хотят женить своих девушек. И они свою цену назначат. Кто-то скажет, я дам один миллион рупий. Один миллион один. Миллион два. А второй говорит, а я полтора миллиона дам. Два миллиона. Акцион такой будет. Я думаю, что твоя максимальная цена три миллиона рупий. Этого достаточно для тебя. Ты никогда не видел в жизни деньги. А это очень много. Ты богаче будешь. Это правильный путь. Если ты хочешь сделать деньги, я тебе даю план. Но этот план, но твой план, со что ты сейчас надумал сам себя, сделать деньги, взять деньги из ашрама, от мастера, Твоя осознанность слишком низка. Как ты мог вообще так подумать, взять деньги у мастера? Мастер должен мне дать деньги. Ашрам должен дать мне деньги. Потому что ты работал в ашраме. Ты работал с любовью. Почему ты хочешь денег за это? И твой вклад не был очень сильным. Дайджест. И деньги ашрама тебе давали те, кто приходят в ашрам, те, кто делают пожертвования со своим сердцем, люди, которые хотели, чтобы этот ашрам был построен, чтобы они там медитировали, наслаждались и шли к истине. А ты хочешь взять эти деньги для себя? Для своих собственных желаний? Ну, ты и сам коррупционер. Посмотри, подумай. Кто коррупционер? Делай медитацию. Вот подумай об этом медитации. Побудь медитацией с этим. Если даже осознанность тебя покинула, ты хотя бы просто поймешь, что ты думаешь вообще, что ты делаешь. Как ты можешь эти деньги тратить? Люди дали их с сердцем, с любовью. Для ашрама. А ты хочешь взять их? Иди. Иди. Иди к истине. Не вставай между истиной, еще чем-то на индийском сказал. Но это постоянно происходит. Где вот что-то одно происходит, где сатсанг происходит, куда приходит мастер, туда и демоны спускаются. Демоны никогда не хотят, чтобы происходила медитация, любовь, истина. Они будут всегда против. И они будут делать свои усилия для того, чтобы все закончилось. Но ты не можешь победить. Ты можешь только проблемы создать для истины. Но ты не можешь. Дхамма всегда есть. Потому что истина всегда внутри. Очень хорошо. Вот примерно три месяца назад я почти покинул тело. Почти исчез. А может быть, через два часа опять это случится? Но теперь я понимаю почему. Только люди такие же, как ты. Которые создают проблемы для истины. Вот мастера приходят. Кабира. Всю жизнь у него был топор. Молод. Вот для таких людей, как ты. У Будды и у других мастеров. Они всегда делали больно таким людям, как ты. Будь осознан. Окей. Достаточно. Ты много раз делал. Когда ты поймешь. Опять делаешь одни и те же ошибки. Отбрось это. Медитируй. А если не можешь, иди домой. Все это история не очень хорошая. Будь простым человеком. Нормальным. Обычным. В этом больше истины и правды для тебя. Женись. И будь честен с женой. Забудь о ней. Один-два ребеночка сделай. И какие-то деньги у тебя появятся. Наслаждайся жизнью. Мое благословение. Мое благословение. Я благословляю тебя. Сейчас. Даю тебе адванс. Такое. Адванс. В прошлом году, в это же время, в Гоа. Год назад. Все время во время ланча я разговаривал. И вот один-два раза я разговаривал. И вот сейчас. Историю, как шила росла. И вот я тогда уже говорил, что среди вас шила растет. Я думал, и сейчас даже здесь есть и люди, кто это слышал в том году, когда я говорил. И я говорю, что шила здесь, она приближается. И почти каждый день я говорю. И вот через два месяца это стало происходить. Я это сказал тогда, как бы заранее. И сейчас заранее я тебя благословляю. И даже не я. Мы все тебя благословляем. Будь. Женись. Сделай детей. Будь счастливой семьей. И твои родители будут счастливы. Вот кто-то появился. Это на индийском говорит. И папа скажет, что мой ребенок самый лучший ребенок на свете. Сделай для них что-то. Они тоже должны быть счастливы. Это хорошо. И вот и я каждому это говорю. И вот я говорю, Иуда это ум, больше или меньше. А Иисус это осознанность. Осознанность это Оша. И вот всегда с мастером какая-нибудь Иуда, Шила или Шишупал. То есть кто-то, кто предает мастеру, всегда приходит вместе. Если со мной случился Иуда, я знаю, что я ждал его. Он должен быть. Но если ты хочешь быть Иудой, что делать? Кто я такой, чтобы сказать тебе нет? Я лишь могу тебя предупредить. Если ты хочешь быть как Иисус или Оша, то все существование будет радоваться. Все зависит от тебя. Чего ты хочешь? Ты полностью свободен. Темно. К is Gramел. Темно. Зачину пару два нас переба за целую позицию – горячин languages funktionируется с ренту для свад, Вы знаете его? А кто хочет поехать на свадьбу, он спрашивает, в Ришикеш. Я за всю свою жизнь, я никуда не ездил, вообще, я вот только на одной свадьбе был, дочка. Потому что я должен был что-то сделать, какую-то роль, роль отца, я должен был сыграть на ней. Вот, и поехали. Не потому что она женилась, а потому что карму ей отдать нужно было, сыграть свою роль. Я вообще ни на какие больше свадьбы не ходил. И кто-то вот родственники женились близкие, я никогда не был ни на какой свадьбе. Ну, я благословлял их. А если вы хотите жениться на девушке, это ваша девушка здесь, я с ней поговорю, если она здесь. И она уже четыре года ждет. Я знаю, что этой женщине сложно созреть. Ну, я найду способ какой-нибудь подтолкнуть ее. Я знаю, что если я скажу ей, может быть, она может сдаться в своей жизни, сдаться жизни. Мастер сказал жениться вот на этом мужчине. Окей, я женюсь. Да, очень тяжело для нее. Но если ты хочешь, я могу это сделать. Ты очень ждал эту женщину, девушку. Это у тебя будет хорошая свадьба. Но с ней ты не получишь ни одной рупии. Она даже бить тебя начнет, если ты скажешь деньги. Она опасная женщина. Она скажет, это ты неси мне деньги. Индийская женщина может сказать, родители дадут тебе деньги. Но она европейская. И тебе даже для нее еду придется готовить. И стирать для нее придется. Очень сложно быть с европейской женщиной, если ты индус. Сложная связь. Но там есть любовь. Любовь есть. Если хочешь, иди в любовь. В общем, присылай ответ. Присылай ответ в Фейсбуке. имяłem ее. Рековать ответов. Убираем ее. Но... Субтитры сделал DimaTorzok